Количество участников традиционного конкурса «Иванова в цвету» ширится с каждым годом. Горожане все активнее занимаются созданием цветников, в их числе Татьяна Носова. Впервые благоустраивать двор она стала пять лет назад. Началось все с одной небольшой клумбы. Здесь у нас осока была и болото. Вот я начала с этой. А потом потихоньку получился у нас весь дом. У нас ведь с той стороны весь дом. Как само по себе получается. Чтобы было красиво. И все идут, улыбаются, и нам хорошо, и людям приятно. Затем всем миром цветник решили украсить декоративными элементами. Так появились животные цветы из пластиковых бутылок. Даже старый унитаз пригодился. Таких жителей, как Татьяна Носова, в Иванове оказывается немало. Соседи, видя, как благоустраивается двор, тоже начинают оказывать посильную помощь. Такие жители не ждут, пока городская власть придет в их двор, вычистит их сарай, наведет порядок. Они сами берут в руки лопаты, сами сажают цветы, покупают ограждения, красят их и приводят их в порядок. Мы очень благодарны таким жителям. Во второй раз в конкурсе «Иванова в цвету» принимает участие Светлана Водопьян. Своими руками она создала настоящее цветочное царство на территории усадьбы Дюрингера. Ухаживать за цветами помогают все жители дома. В прошлом году за этот уютный уголок Светлана получила диплом первой степени. Но претендовать на победу может каждый. Для этого не обязательно высаживать розы. Главное, чтобы еще один, пусть даже совсем небольшой, участок земли преобразился. И, например, на месте бывшей свалки появились цветы.